В «Газовой столице» стартовала ежегодная серия игр «Лига Савы». Это интеллектуальная викторина для студентов и школьников. Подробнее в сюжете. Вот так бодро стартовал новый сезон «Лиги Савы» в новом Арктическом лицее. Символично. Долгожданная интеллектуальная игра для студентов и школьников пройдет в привычном формате – квиз. В увлекательное путешествие отправились 50 команд. Желающих было больше, но зарегистрироваться успели те, кто знал, как правильно собрать команду. Самое главное, чтобы все были дружными и чтобы каждый человек мог отвечать за свою тему. Допустим, у нас есть человек, который отвечает за автомобили, за математику, за литературу, за музыку. Я отвечаю за историю. Это все очень важные темы, которые 100% попадаются. Десять лет назад в России началась лихорадка квизов. Новый вид досуга стремительно ворвался в нашу жизнь и покорил сердца и умы активной части населения. Новый Уренгой погрузился в мир загадок и викторин для школьников в прошлом году. Сейчас игра «Лига Савы» на волне дикой популярности. Здесь есть не только классические знания естественных, общенаучных, но и знания, скажем так, из их современной жизни. Это музыка, кино, то, что им близко, субкультуры. Поэтому здесь они могут проявить себя, наверное, максимально со всех точек зрения. Ну и, конечно же, соревновательный эффект, куда без него. Такая активность связана еще и с тем, что победителей ждут крутые призы. Образовательные сертификаты на 150 и 30 тысяч каждому участнику команд победителей. Вопросы в основном из школьной программы, но до финала дойдут не все. Хотя в этом году у ребят больше шансов оказаться в первой тройке. Дополнительно будет еще ряд игр, тематических квизов на разные темы, в которых команды смогут получить дополнительные очки. Те команды, которые занимают первые и вторые места, они в четвертой игре уже очень сильно вырываются вперед. Что, конечно же, снижает мотивацию остальных команд. Поэтому, в общем-то, приняли такую классическую систему распределения, как в многих видах спорта существует, когда за первое, второе, третье место назначается определенное количество очков, дальше по пятеркам, десяткам. Таким образом, практически у всех команд в течение шести игр есть возможность набрать максимум. И в какой-то момент даже обогнать лидеров. В первом туре юные вундеркинды показывали свои знания в семи категориях. В каждой по семь вопросов. И ограниченное количество времени на раздумья. Есть. Веркона есть. Какая-то законодательная власть. Веркона есть. Веркона есть. Веркона точно есть. Веркона. Веркона. Веркона точно. Ребята играли увлеченно, с азартом. Обсуждали, спорили, сообща приходили к истине. Девчонки из команды, гимнастические сплюшки, уверены. Главный успех заключается в правильном настрое. Мы надели разноцветные пиджаки, потому что они нам помогают как-то сплоченнее играть, отвечать на вопросы, решать какие-то проблемы и задачи. Для многих игра в квиз – это развлечение, поэтому призы – приятный бонус. Тем не менее, участники уже придумали, на что потратят свои рубли, заработанные умом. Маша Маликова – капитан команды «Маленькие женщины». Идет по жизни с девизом «Вижу цель, не вижу препятствий». Девушка считает, чтобы выиграть, нужно точно знать, для чего ты сюда пришел. Я хотела бы стать анестезиологом. И если бы мы выиграли деньги, я думаю, я потратила бы их на образование в этой сфере. Может быть, в сфере медицины или химии с биологией. Впереди у «Умников» и «Умниц» еще шесть игр в течение учебного года. Финал состоится весной, в него попадут самые рейтинговые команды. Интеллектуалам важно оказаться в компании единомышленников и прокачать свой скилл знаний. Вот вы, например, знали, что белый медведь на самом деле черный. С интеллектуалами общались Антонина Шитова и Алексей Емелев. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Субтитры создавал DimaTorzok